Разыграем выставку концепт-каров С первого подхода Один есть Праздник Есть Уживание Украинский 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 Как все наверное догадались мы в Питере и сейчас мы пойдем завтракать в наше традиционное место, но и там расскажу уже что за поездка у нас получилось что у нас за поездка случилось на самом деле после чемпионата еще я прям сидел и очень долго мониторил билеты смотрел в Сочи смотрел в Питер смотрел даже Москву чтобы через Москву проехать в Питер вот и все никак не удавалось вырваться и вчера ну почему не удавалось потому что после чемпионата у нас каникулы начались у ребят и это как сбор для нас в общем мы работали трудились буквально до вчерашнего вечера и ребята тоже все устали и тут нам начинает подкидывать Ярик такие всякие stories о том что вот мы тут с Андрюхой там отдыхаем в Москве там у нас там катаемся в общем вся вот эта фигня но и я подумал что в принципе а почему бы нам тоже не съездить отдохнуть и не только мне одному но и я решил предложить ребятам разыграть максимально такой доступный способ этой поездки тем более прямо на тренировке я увидел что билеты очень дешевые и что в принципе поехать очень реально вот ну и мы разыграли вы это видели в прошлом видео и поэтому мы здесь сейчас у нас впереди культурная программа но и что хочется сказать Ярик на тренировке все очень хорошо что Миша куда едем с Иваном на тренировку едем мы сейчас тренироваться будем побеждать есть план и мы его придерживаемся правильно надо работать выходные когда все отдыхают а вы на шаг впереди чтобы быть на голову да выше чё пацаны на тренировку ну вот это главное место куда мы хотели прийти несколько раз уже посещаю этот музей безумно интересные выставки здесь всегда есть постоянные выставки есть выставки которые сменяются сегодня там вот как раз то что мы разыгрывали должно быть выставка концепт каров но и я думаю пацанам будет интересно пойдемте мы вам тоже покажем ну как тебе жалко только сидеть не это Кадиллак я уже вижу это Кадиллак это я не знаю надо увидеть это это Бертони там написано сейчас пойдем посмотрим я думаю наверху а и ну как вам выставка автомобилей нельзя не зря скрещение делали класс пойдем дальше читай здесь шкура роботической козы роботической а это которые эти это как как этого ракету из стражи галактики никита то вот искусство которое ты можешь хорошо проинтерпретировать все все их так сказать нюансы рассказать давай так смотрите это выставка посвящена реверс там урал здесь мы можем увидеть домик какой-то серебушек ну и видно что забор не первой спереди так сказать уже помечены не раз все видно ну так же чистый челябинск огорожен колючкой ну и конечно же как у нас без уголовной ответственности очень нравится все прикольно одна из самых запомнившихся нам выставок это рисунки российского художника ярослава гиржедовича очень характерные пропитанные символизмом фэнтезийностью какие-то такие чудесные сказочные миры немножко мрачные очень запоминающиеся мельчайшая проработка деталей прям очень долго можно смотреть разглядывать у ребят это возникали ассоциации с властелином колец чаще всего мне это больше напомнило вселенную ведьмака какую-то такую в общем нам очень понравилось и рекомендуем найти работу этого художника и посмотреть еще одна впечатляющая выставка это работа китайско- нидерландского художника джоан куньи выполненные в технике оригами из рисовой бумаги объемные картины они специально окрашены акриловой и масляной краской что при изменении угла зрения они переливают совершенно новыми цветами это прям оказывает какое-то удивительное воздействие очень-очень нам понравилось уже смотрели удивлялись и ребята тоже очень и очень зацепило так что у него даже какой-то транслируемый там фильм сидели и смотрели помимо работ самого художника но пойдем дальше может еще что-то вас удивит смотрит на него на ивана они переглядываются этот проект эта выставка называется полшага в сумерке и и организовали объединение пермских художников под названием куб ну чё краком интересно больше не понятно вот такие детские рисунки вот вы объясняли проекту что шкаф открываешь и у всех с детства что там кто-то тебя ждет какой-то бабайка притаился у нас голова запоминает память наш это виде ячеек каждый ячейка которая открывается тут и первым делом вылазить наш страх ну да мне так кажется что вот именно такие все картинки такого детских это детские страхи мне кажется этому посвящена а это смотри да действительно ты боишься как когда боишься открыть дверь смотришь в глазок а там с другой стороны кто-то в гости пришел класс а не с чего это картина называется ковер по имени грабли грабли на них можно наступать множество раз за много раз это мне очень нравится все за газеты и все кто принципиально у него вот этот хвостик ниже сам он резиновый но и колокол так как символ ну вот раньше были там вечер народные собрания которые ну типа такой а сейчас просто не это народное собрание никто не слышит это все снова снова вернулись домой в тюлябинск вот примерно так оно и у нас и выглядит пешком по нему можно пройти но недалеко вагончики да хорошо ну давай кратко впечатление кратко и вам кратко тяжело здесь дать впечатление если одним словом то неоднозначное что-то понравилось что-то в сприне воспринял в штыки если понравилось мне фэнтези ярослав генджи кевич как он там кирджевич вот у него очень классные экспозиции и картины и очень интересные картины у китайского художника который игрался с восприятием цветов вот а вот что не очень так это вторая часть миге основная она у меня вызвала неоднозначные чувства где-то я увидел от себя тяну где-то не объективное мышление где-то хорошие экспозиции были но они выставлены мне кажется были специально в этом месте чтобы их поняли так как их надо понять а не так как они в целом вон это же искусство какое тут объективное мышление субъективное восприятие автора просто это определенное направление авторов которые мыслят именно в одной сфере ну конечно они все не разность мышлений а вот именно один тип мышления в этой части вот и тебе он не близок со мной не как-то не пересекай не близок тебя не близок мне как минимум понятно но в целом понравилось какие-то работы были действительно интересные что-то вызывало просто отвращение особенно картина на пятом этаже что там мясо с чем-то там вот перемешанное она вот специально наверное вот было сделано так чтобы человек смотрел у него были ассоциации с чем-то отвратительным но главное есть это главное да главное не неравнодушно оставила и так далее я приду сюда еще раз я обязанность прийти сюда еще раз конечно через две минуты приедет такси поэтому надо крошкаю на как-то ванк круто круто ахахахаха да я смотрелсь на третьем это нет нет вот третий этаж вот где и китайцы на третьем этаже злук китайцы но я не знаю на ком это живут китайцы на короче китайцы реально прикольно он во временных Делает вещи, исполняет, и еще вот фантастика, да, понравилась, еще одна мне картина понравилась, это, я даже ее сфотографировал, она называется что-то на пятом. Разлом, да, это тоже, я за тебя сказал, как гиржевич. Разлом, это где горгулья, это где птица гамаюн и мифические существа, это тоже сохранилась в картинке. Ну, что скажешь? Очень необычно, все-таки, когда смотришь на это искусство, чаще всего, ну, в общем, ну как, ничего такого не преподносишь, а там оказывается в другое, все, нет, ты потом расскажешь. Да, все, давайте, пакеты. У нас то, что такси приехало, пойдем? Да. Итак, ребята уехали смотреть большой макет, это вы у них посмотрите, а мы с Иваном решили пойти в русский музей и продолжить созерцание прекрасного. Да, ладно, 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 ладно. спортсмены картина называется смотри как мы прям четко подошли ну чё но как вам чай кормить мы кормили и сами кормить понятно ну пошлите покормимся теперь как как полагает приятного аппетита спасибо вот она чизкейки пойдут у егора слушай а почему ты не взял за хер будет вставка такая закирь всем так можно быть кто-то будет тирамису что-то у меня форми чиндакер как правильно читается а это что получается Получается пар? Шоколадный, если сказать. Нет, мы так и думали. Ты что взял, ну? Сиди меня, что взял? Зайкер! На самом деле, о вас, ну, тогда два года назад, мы так угорялись с этого, ну, зайкер. Но, типа, я такой, можно мне зайкер? В итоге я вот так и не взял. Типа, взяли, взял Нила, но чего кто-то взял? А ты постеснялся. А я зайкер не взял. А ты постеснялся. До сих пор сидишь, вот кирамису давишься. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Просто на тренировке все хорошо